Двое из трёх актёров, которые играли Кано в фильмах и сериале Mortal Kombat, умерли в реальной жизни. И сейчас расскажу о них. Английский актёр Даррен Шахлави играл Кано в сериале Mortal Kombat – Наследие. И он умер в 42 года, 14 января 2015 года, от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом. Первоначально говорили, что он умер от передозировки наркотиков, и говорили, что он страдал от алкогольной зависимости. После вскрытия никаких следов наркотических средств, как сообщили, не было обнаружено. Только крайне малое содержание алкоголя. Родился Даррен 5 августа 1972 года. С раннего возраста он занимался дзюдо, карате, снимался в фильмах Иппмен в 2010, 300 спартанцев, Mortal Kombat – Наследие, Хранители, Один в темноте, Кикбоксер 2016 года. В сериале «Стрела» в 2012 году. Играл Аладдина в ТВ-фильме «Аладдин и смертельная лампа» в этом же 2012 году. Дрался на ринге с Эдди Мёрфи в фильме «Обмануть всех» в 2002 году. Также Даррен Шахлави работал каскадёром в фильмах Blade – Троица, Миссия невыполнима, Протокол Фантом, Хроники Ридика и многом другом. И снимался в рекламе «Пиво Кирин» с Джеки Чаном. Также работал в Motion Capture для игры Dragon Age Origins и многом другом. С 2002 по 2003 был женат на канадской кикбоксёрше, актрисе и каскадёрше Лорейни Андершут. Актёра, плевавшегося на ноги Бриджит Уилсон во время съёмок боя «Соня и Кано» в первом фильме «Смертельная битва» играл Тревор Джозеф Годдард. Родился Тревор 14 октября 1962 года, а умер он 7 июня 2003-го от передозировки наркотиков в возрасте 40 лет. Изначально СМИ предполагали, что он совершил самоубийство из-за того, что его брак подходил к концу и начался бракоразводный процесс. Но позже вскрытие показало, что это не было самоубийством, а просто передозировка. Когда Тревор Годдард учился в школе, у него была музыкальная панк-группа, в которую он играл на барабанах и иногда пел. Его другом тогда был Билли Айдол, который теперь известный певец. До своей актёрской карьеры Тревор был профессиональным боксёром. В 89-м году он появился в сериале «Спасатели Малибу». В 91-м в сериале «Силк Стокинс» в этом же году женился Нарутен Маккарти, и у них родилось двое мальчиков, одного из которых зовут Тревис. В 92-м Тревор появился в плейбой-фильме в софткор-эротике под названием «Наизнанку». Затем в 94-м в фильме «Солдаты Фортуны», главной роли которого был Адольф Лунгрен. В 95-м играл Кано в «Смертельной битве» и обхаркал все ноги Бриджит Уилсон, когда она держала его захватом ногами. Далее Тревор снимается в большом количестве боевиков, включая нападение на остров Дьявола 97-го года, где он играл вместе с Халк Хоганом, про которого я уже ранее рассказывал подробнее в ролике про актёров рестлинга. Затем в 98-м Тревор появляется в секретных материалах, а также, начиная с 98-го, снимается в сериале «Военная юридическая служба», в котором получил огромную популярность. В 2000-м Тревор появился в фильме «Угнать до 60 секунд» с Николасом Кейджем, а последнее появление Тревора состоялось в роли пирата в 2003-м в фильме «Пирата Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». В 2003-м году, после смерти, Тревор был кремирован, а пепел отдан или жене, или дрогу. Итало-американец Ричард Дивизио играл Кано в первой и третьей части игры Mortal Kombat. Плюс он играл Бараку в игре Mortal Kombat 2, играл Кабала в третьей части игры, а также играл Кван-Чи в игре Mortal Kombat Metallurgist Sub-Zero. «Мы, ты, я, я, все в этой комнате!» «Я слышал, я слышал, я слышал». Также он надевал костюм Скорпиона на мероприятиях Mortal Kombat, в то время как Дэниэл Писина был в это же время на этом же мероприятии одет Джонни Кейджем. Дэниэл также в оригинале носил костюм Скорпиона, но он же не мог одновременно быть и Джонни Кейджем, и Скорпионом в одно и то же время. И поэтому Ричард Дивизио был иногда Скорпионом, когда не нужен был Кано, ведь Скорпион это почти лицо Mortal Kombat вместе с Sub-Zero, а Кано не очень важен. На одном из таких мероприятий Ричард получил случайно поебалу от Энтони Маркеса, игравшего Кун Лао, в то время как они позировали для фотографа и имитировали удары. В Mortal Kombat Deadly Alliance в 2002 году Ричард озвучивал Кван-Чи, Шанг Цунга и Бо Рай Чо. Помимо Mortal Kombat, Ричард играл одного из солдат клана Фуд в Черепашках Ниндзя 2 в 91-м, а также снимался в Темном Рыцаре в 2008-м, где играл одного из бандитов. Ричард Дивизио учился графическому дизайну, и на сегодня он женат на Канди Грачевский. Также известно, что у Ричарда есть брат по имени Марк Дивизио. На этом все, всем спасибо кто посмотрел, интересные ссылки как всегда ищите в описании к этому видео, и также там будут ссылки на предыдущие ролики по темам Mortal Kombat. По игре Mortal Kombat и по фильму Mortal Kombat я уже сделал очень много видео, про интересные факты рассказал, про всех актеров игр и фильмов, и даже сериалов рассказал. Кому интересно, гляньте в описании, там будет ссылка на плейлист с этим видео. Ну и также, если не сложно, то поддерживайте меня на Donation Alert, я много не зарабатываю, но хотя бы ваша поддержка будет меня стимулировать продолжать это дело и делать уникальные видео, а не какие-то видео по трендам, или потому что популярно, или так далее. Какие-то реально интересные видео по фильмам 90-е и про актеров 90-х. С 2002 по 2003 был женат на канадской кикбоксерше, актерше и каскадерше, актрисе и каскадерше. С 2002 по 2003 был женат на канадской кикбоксерше, актерше и каскадерше, актрисе и каскадерше. От сердечного приступа, вызванного Атера Криллором. Далее Тревор снимался в Агбе. Далее Тревор снимался в Агбе. Также хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня на Donation Alert и присылал свои донаты на стримах выходные. Это всего лишь было два человека на этот раз. Это Соник наш постоянный, донатер. Спасибо тебе большое за то, что всегда поддерживаешь, не даешь сдохнуть от горя. Спасибо тебе за это большое. По поводу видео про актеров Люкена, что-то там много ругался где-то я. Ну, не замечаю, но мой негатив же не направлен на кого-то конкретно, а просто в никуда, по поводу оговорок иногда матерюсь, или по поводу какого-то неудачного выговоренного слова, говорю это. А так, в общем-то, ничего плохого. Ну, постараюсь поменьше материться. И также тебе спасибо большое, Артур, за твой донат и поддержку на стриме. Всем спасибо, всем пока. Если понравилось это видео, то можешь глянуть еще парочку интересных с канала Ай Люблю Людей. Интересные видео есть как в описании этого ролика, так и отображены на твоем экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии, будет интересно почитать. До встречи!